Ох, совсем чуть-чуть музыку оставлю. Ну, судя по тому, что я себя услышал, видимость там у тебя должна быть. Видимость отличная, всё в порядке. Это хорошо. Тогда я предлагаю... Ты вообще играл в электронный МТГ или только в бумажный? Я в МТГО играл. Который как нормальный и за день. Понятно. Вот, это тоже за деньги, как ни странно. Что самое печальное. Вот, тут есть замечательная опция, называется запечатанная колода. Одну я уже собрал немножечко, компанию прошёл, а другую я ещё не собирал. Заключается она в том, что здесь есть... Тебе даётся раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть бустеров, которые ты можешь открыть. И потом собрать из них колоду и, соответственно, пройти тут небольшая кампания. Кампания, по-моему, на шесть миссий. Ну, на шесть соперников. И после этого уже там... Сейчас я чё-то скажу точно. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. И тут первый, третий и пятый дают по ещё одному дополнительному бустеру. Которые тоже можно использовать в колоде. На сорок карт колода. На сорок карт колода, да. На сорок. Тут довольно забавно, потому что в кампании колода на неограниченное количество карт, но минимум шестьдесят. А вот в такой игре, в запечатанной колоде, она на сорок карт. То есть всё как в жизни. Давай тогда вскрывать. Будем вскрывать всё и мучиться не будем. Так, ну что у нас получилось? Тут вот вверху линеечка, где отображены, соответственно, стихии. И сколько карт у нас каждой стихии получилось? Получилось 17 белых, 15 синих. Прорыв было посмотрим. На кого посмотрим? На редкие. На редкие. Что-нибудь такое, вокруг чего обязательно нужно собираться. А я не знаю, они тут редкие ставят в начало или они редкие ставят в конец, как ты думаешь? Ну вот я вижу. Вот это редкие определённые все. Вот это вот начало, да? Да. Давай посмотрим. Так, ну это совсем артефакт. Вот. Кто он такой? Так, кольцо трехжеланий входит на поле первых с тремя жетонами желания на нём. Удалить они не нужны желания. Скажите, трехжеланий. Это хорошая карта, её, наверное, надо будет взять. Добавляем? Давай сначала посмотрим, что у нас будет собираться. Ну, это артефакты можно куда угодно положить или нет, но... Тогда давай посмотрим, что-то чёрное. Что-то чёрное, красивое, что-то. Это заклинашка. Ну, это такая заклинашка, прямо скажем. Во-первых, дорогая, как моя жизнь. Это то же самое, только быстрее, насколько я понимаю. Да, по сути дела. Так, давай к существ... Так, что у нас тут? Кошмар. Вот это вот шикарная, конечно, лошадь. Так, я ещё не вижу лошадь. Сейчас увидишь. Лошадь отличная. Ещё и летает. Да, лошадь отличная, летает, только дорогая. Ну, будем иметь в виду. Просто видишь, тут у нас чёрных карт всего 12. Это будет не очень много. Так, шиванский дракон. Шиванский дракон тоже прекрасный. Он, соответственно, 5-5. И плюс 1-0 до конца хода за каждую красную землю. Это даже лучше лошади. Да, и тут с красными картами у нас больше порядок. Так. Ну, это известная карта. С порчу устойчивостью. И тоже равны количеству лесов под вашим контролем. Если собирать зелёную колоду, она будет очень хорошая. И стоит она дёшево. Что очень приятно. Давай посмотрим, что там ещё есть. Ага, вот тут ещё есть сила дубов. Мгновенное заклинание. Плюс 7-плюс 7, которое? Да, до конца хода. Но мне больше нравятся, конечно, заклинания, которые... которые чары, которые не до конца хода, а которые... до конца жизни. Так, давай мы можем посмотреть... Что у нас вообще зелёного есть здесь? У нас здесь зелёного, кстати, ну так. Так, ну этого парня мы видели, силу дубов мы видели, штормовой ветер. Неудобно смотреть-то. Я просто должен немножечко помедленнее это всё тебе произносить, потому что там задержка, наверное, секунд пять получается. Что-то такое, да? Так, ну это... Ладно. Вот это, по-моему, можно опустить, потому что... такая очень специальная карта. Это в сайде можно держать, если в первой партии по нам будут сильно летать. Или тут как? Тут из одной партии состоит? Сайтборда не бывает? Нет, не бывает. Вот в этом варианте не бывает. Вот и на что. Так. Тогда, я думаю, мы без неё обойдёмся. Чащёбный вурм. Чащёбный вурм, но это... Ну, тоже зелёный, тоже полный. Стандартное, сильное, большое, тяжёлое животное с пробивным ударом, там всё нормально с ним. Так. Дальше ггшечки две я вижу, которые гигантский рост. Так, ну вот, туман тоже полезная штука, но когда она одна, её, конечно, всегда не хватает. Вот, ггшечки аж три. Да, их там три штуки лежит. Они прямо выходят. Они очень распространены вот именно в этой редакции почему-то. Они у меня и в той колоде есть, и в этой есть. То есть это плюс три, плюс три до конца хода. Можно на них даже отдельно не смотреть. Существует. Значит, я не знаю, как в предыдущих редакциях, тут много вот таких существ, которые называются щепками. Они там друг друга всячески плюсуют и комбят. Они очень древние, в последних нескольких выпусках их не было видно и слышно. Вот их переиздали, похоже. Я их уже не застал, когда начал играть. Вот, но тут их много, их хорошо, когда... Тьфу, блин. Хорошо, когда их много, а когда их мало, тут пока вот тяжеловато. Паучок совершенно мастхевный, по-моему, вот этот. Я его очень люблю, он отличный, да. Да, это... У черных есть еще мастхевные паучки со смертельным ударом, но без захвата. Угу. Не знаю, достались ли они нам здесь. Так, стремительное падение. Это убивает целевое существо с полетом. Ну, два плюмета. Это... Я их помню все просто по английским названиям, я не знаю, как они переведены. Перевод здесь, кстати, достойный, но на некоторых картах очень-очень странный. Прямо скажем. Так. Не видел. Это защитник зверя. В начале заключительного хода кладешь жетон плюс один, плюс один, целевое существо зверя под вашим контролем. Это если на зверях собраться, это будет просто отлично. Да, но на зверях собраться мы, я думаю, не сможем. А почему? Вот я вижу там дальше кабан, например. А это не зверь. Или зверь. Вот видишь, он тут... Он тут... Есть существо вепрь, а есть существо зверь. Он вепрь, да, жалко. Вот. И тут... Казалось бы, мог бы быть зверь. Казалось бы, да. Но кабан на самом деле хорош тем, что он плюсует четыре жизни, если его пожертвовать. Такая довольно интересная карта в этом плане. Дальше дубовый облик это плюс три, плюс три. Да, вот это как раз-таки очень полезно. Трудно недооценить. Охота на слабых. Карта сама по себе интересная, но применять ее нужно, конечно, по месту. Под вашим контролем. Затем существо дерется с определенным существом не под вашим контролем. Ну, тут плюс в том, что наземное существо может драться, например, с воздушным. Это просто тоже отличная штука. Работает как ремовал, плюс прораскачивает твое существо насовсем. И я бы... Сколько их было, столько бы я их и играл. Ну и еще один вурм, который как бы дорогой, злой и не очень сильный. В общем, в зеленом-то все как-то не очень радужно. Ну, тут мало чего просто почему-то досталось. Давай посмотрим, что у нас. Давай с красными посмотрим. Красные мне всегда нравились в плане того, что это такая саморазрушающая стихия. Оно все бьет, бьет, что-то бьет. Себя ломает, соперника ломает. Так, ну, дракона мы видели. Дракон хороший, мы про него помним. Гейзер отличный просто. Да, тут тоже трудно недооценить. И переоценить тоже трудно. Элементалька. Имба-дефендер. Ему бы еще какой-нибудь захват и вообще было бы хорошо. Ну да, так стоит. И стоит кирпич так. Вот, очередная щепка у нас. Ну, к сожалению, щепок мало. И, ну, будет ферст-страйк у них, конечно, но такой. Гоблин, срезающий путь. Тут вроде вижу уже какие-то существа есть. Это уже хорошо. Да, в этом есть. То есть их наваливаешь, наваливаешь и бегаешь в атаку. Да, типа того. Тут их, кстати, два. Бывая раскраска гоблинов, это очень хорошая заклинаха. Потому что всего стоит ничего, а дает 2,2 и еще и ускорение. Ну, вообще, на самом деле, чары, которые существ чаруют, они не очень ценятся. Потому что если тебе это существо сносят, ты за одну карту теряешь 2. Ну, естественно, да. Они учат очень большое преимущество. Вот эти кошки, я их очень не люблю. Кошка такая, она довольно противоречивая кошка. Просмысленная, потому что ее любая пищечка останавливает. Да, да, 4-1, чего там. Так, убойный клич. 3-0 и первый удар до конца хода. Рогачо-опустошитель. Вот зверь, пожалуйста. Не торопись. У меня еще убойный клич. Не тороплюсь. Ага, будет. Ха. Защитник зверя у нас есть. Да, он у нас зеленый. Ты предлагаешь ориентироваться на красно-зеленое что-то? Ну, мы пока остальных не видели. Так, у нас 2 рогача-опустошитель, на самом деле. Это такая серьезная заявка, если дожить до 4-й земли. До 4-й-то мы доживем, вряд ли нас тут будут убивать раньше. Ой, а тут бывают очень по-разному. Так, тектонический разлом. По-моему, тоже. Их тут 2. Ну и гигант Костолон там. Здравствуйте. Все понятно. Тут очень интересно представлены черные карты. Не знаю, как здесь выпали. Давай посмотрим. Так, ну, дьявольское открытие мы уже видели. Да. Кошмар мы тоже уже видели. Кошмар хороший. Кошмар, что надо. Так, пролистали. Дьявольский наставник. О, я вижу Сингира. Сингир, это хорошо. Да, да, да. И наставник тоже ничем не тух. Так, восстать из могилы. Ну, это стандартная для черных карта. Ага. Вот, кстати, с такими неблокируемыми душами, которых я там вижу минимум одну... Две. Две. Вот с ними наши энчанты, которые плюс чего-то, плюс куда-то будут отлично смотреться. Да, душа не может блокировать и не может быть заблокирована. Тут их две. Вкус крови, по-моему, совершенно никчемная карта, потому что, ну, что там она делает одну дырку и возвращает одну жизнь нам. Ну, она нужна под... Если много существ с кровожадностью, чтобы гарантированно сделать дырку, чтобы они выходили толстыми. Ну, да, да, да. Кровожадности у нас никого нету, поэтому это бессмысленно. Так, куда ж там? Разорение. Ну, в разорении польза есть, конечно, безусловно. Если там... Остается свободный слот, можно и взять, на мой взгляд. Посмотреть в руку игрока. Но, опять же, хорошо, если... Ты ее сыграешь в начале игры. А уже в середине или в конце она... Не так роляет, по-моему. Посмотреть на руку игрока и выбросить ее. В смысле, карту из руки. Так, предательское убийство. Это... Это тоже очень по-черному. Убивает целевое повернутое существо. Ну, собственно, из-за этого и нужно играть черным, потому что там много такой дрени. Да, да, да. Там... Какой-то много, я смотрю. Совершенно инфернальное. Приму было не дали. Минотавр-зомби. Банелин Дрим. Ну, Минотавр-зомби бессмысленный и дорогой. Ну, дорогой и без ничего, да. То есть, насколько я понимаю, это самые... Самые-самые-самые нередкие, то есть, часто встречающиеся карты, когда на них какие-то приличные цифры вроде как нарисованы, но они приличны по цене и ничего, в общем-то, не делают. То есть, мясо и мясо только дорогое. Так, давай посмотрим, что есть еще. Посмотри, пожалуйста, Усингер, это двойной куст. Двойной черный. Так. Я просто не помню. Да, двойной черный. Что черный мне не нравится. Его мало. Все же хорошее требует много. Давай посмотрим на белых. Давай. Так, военный священник из Туна. Вы можете уничтожить целевые чары, бывает полезно. Более чем. Да и просто 2-2 за 2 отличный. Берет. Берет морду, по-честному. Мантия Духа. Ну, мы выясняли, что это не очень классно. Нет. Вот это защита от существ, это гораздо лучше. Потому что она имеет защиту от существ. Да-да-да-да. Я не дочитал. Так, яйцо птицы Рок, штука хорошая. Ну, да. Один раз блокируется. То есть, его выкладываешь, и в атаку ходить резко перестают. Так, целительница Прайда. Не вижу целительницы Прайда. Сейчас придет. Так, мне что-то положительно нравится уже. Белый. Сделан просто прилично существ, которыми можно собрать хоть какой-то костяк. Ну, совы с полетом это нормально до начала игры. Ну, в смысле ястребы. Их тут 3 штуки. Гарантированно начальный харес получаешь. Почти, почти без блоков. Очередная щепка. Ну, что она делает? Сейчас посмотрим. Она имеет бдительность и тоже 2-2 за 2. Ну, то есть, ей можно играть самой по себе. Я с удовольствием буду ей играть. Больше, более того. Так, мощный прыжок. 2 плюс 2. И полет до конца хода. Смотри-ка, слоник летит. Ну, то есть, да. Если на тебя летит какая-нибудь дрянь, ты перед объявлением блокирующих кастуешь вот эту штуку и дрянь эту сносишь. Прекрасно. Мастер отвлечения, неплохая карта. Можно ловко что-нибудь перевернуть. Ну, тоже. Так, я уже предвижу, что белым мы играем. Да, тем более. Ну, тут вот есть безопасный проход. И два безопасных прохода. Можно безнаказанно атаковать, можно безнаказанно защищаться. Так, нападающий грифон с полетиком 2 плюс 2. И каждый раз, когда он атакует, плюс 1 до конца хода. Ну, дороговатый, по-моему. Даже для летающей карты. Хотя... 3-3 в атаке за 4. Ну, не знаю. По-моему, нормально. Так, вот. Бык классический. Совершенно бесполезный. Разве что защиту поставить. Ну, бык, да, не имеет особого смысла. Паладин рассвета. Еще один паладин рассвета. Ну, кстати, а чего он? С цепью жизни, с бдительностью. По-моему, это очень даже неплохо. Ну, это получше, да. Дороговат, конечно, но, в общем, играть можно. Ну, их 3. Цепь жизни, это значит, что он перекидывает нам... Ну, да. ...жизнь. То, что надамажил, то и перекинул. Сколько нанес, столько тебе. Так, ну чего, давай соберем белых, наверное, прямо вот. Существ, наверное, подряд. Так, ну паладинов трех, я думаю, не надо. Давай начнем сначала. Сначала. Так, у нас есть священник. Раз. У нас есть... Так, давай существ, да? Пока не будем. Так. Яйцо, птицы, рог, наверное, взять стоит, пусть будет. Да, пусть будет. Так. Целительница, прайда. Пусть, наверное, тоже будет. Да ничего плохого. У нас много мелких тварей. За них жизнь отъедать. Ястребов, всех трех надо брать, понятное дело. Ну, если уж брать, то всех трех. Вот. И дозорную щепку, которую мы хотели взять, тоже взять. Тут, кстати, смотри, есть интересная штука. Тут есть индикатор силы колоды. Он, конечно, весьма-весьма условен. Если на него нажать, то можно увидеть общие рекомендации по сбору. То есть, ну, это 40 карт. Но 40 карт здесь максимум. Не более двух цветов. 14-17 существ, 17-18 земель. Ну, при этом земли ты накидываешь, как бы, автоматически тут. Они в колоду не входят. Бери сколько хочешь. Так. Значит так. Мастер отвлечения. Мы хотим мастера отвлечения. Повернуть целевое существо под контролем защищающегося игрока. Я хочу. Хочешь, берем. Отличный. Так. Грифон спорный. Сколько у нас уже существ? У нас существ 8. 8. Ну, то есть, если мы останавливаемся на белых существах, да, то тут... Синий, по-моему, не смотрели. Синий не смотрели, да. Но Грифона я-то все равно положил. Потому что полет это полет. Так. Не бычка, а Грифона. Так. И Луладина рассвет, наверное, надо взять хотя бы одного. Одного точно. Может быть, двух. Ну, давай для начала одного. Давай для начала одного. Так, давай посмотрим теперь в синих. Что у нас есть синего? Так, превращение в лягушку. Ну, надо же. 1-1 до конца хода. Ну. Ну, я представляю, как это можно использовать, да? То есть, это когда тебя что-то тяжелое, сильное атакует. Ты его хопа-хопа. И он лягушка. Это же мгновенное заклинание. То есть, ты можешь... Ну, тоже не то чтобы плохо, но и не то чтобы хорошо. Ну, цвет идите за этого не стоит, конечно. Сфинкс колокольни. Вообще, белый с синим хорошее сочетание. Набрать побольше летунов. Вот я там ансамончики вижу. Всех блокирующих в руку. И летунами запинать. Это неплохой план. Так. Ну, тут пробилка не имеет в наших условиях особого смысла. Просто... Просто летает. Просто 2-5 летает за 5. Ну, вполне имеет право на существование. Так, это вот это ты говорил, да? Отозвать. Если играть с синим, то ансамончики очень нужны, конечно. В этом основной смысл синего цвета. Так. Разлет эссенции. Отменять целевое изглинание существа. Мало их просто, видишь, их очень-очень мало. Так, ты до похитителей свитков дошел? Похититель свитков это хорошо, опять же. Хорошо. Особенно сочетанием с ансамончиками. Если можно пробиться через блокирующих. Морозное дыхание. И это... Туда же, в ту же стратегию. Я вообще люблю синим. Волшебство. Возьмите две карты. Красота. Дивенейшн. Им, кстати, тоже вполне можно играть. На драфтах я им играю. Так. Когда архиомант выходит на поле битвы, верните целевую карту мгновенного заклинания или волшебство из вашего кладбища в вашу руку. Ну... Полезная штука, по-моему. Да? Более. Ничем не плохая. Вот там бы... О! Я вижу там кто-то толстый. Синий толстый. Который мы будем финишировать. Заходчики. А что такое миг? Миг это что такое? Кроме того, что это самолет. А, миг это можно кастовать в любой момент, когда там-то маш. Не только в главную фазу, как обычное существо, а когда... Это прекрасно, я считаю. Вот. А толстый это змей, гавани, знание островов. Вот. Так, нет. Мы, к сожалению, играть не можем, потому что столько островов у нас не будет. Не будет. Так, ну что, останавливаемся на чем-нибудь синем. Так. Ну, давай методом исключения. Черного у нас нет. Зеленого у нас... Ну, зеленый у нас есть. Ну, покажи еще разделеный. Давай, мы посмотрим на него. Потому что... Синий мне вообще нравится, но я боюсь, может не хватить существ толстых. Ну, да. Другое дело, что можно обойтись и не толстыми. Ну, посмотрим. Зеленый... Зеленый... Зеленым с существами вообще беда, нет? Ну, да, там были трудности. Тут вот эти нелепые врумы. Ну, чтобы врумы там раскачать у него... Нужен, да, хотя бы две. Два леса. Ну, щепка эта нелепая. В отшельнике, конечно, польза. Вот, защитник зверя. Который не нужен, кроме того, что он 2-3. Зверей у нас в белом не завезли. Да. Парочка кабанов, дубовый облик. Мне... Мне больше нравится синий, по-моему, это будет веселее. Ну, давай. Давай возьмем синих до кучи. Только давай решим, кого тогда добирать по существам. То есть, сколько нам существ еще примерно нужно? Нам нужно еще где-то штучки 4-6, наверное, да? Ну, давай сначала положим не из существ то, что мы точно хотим. Давай. У нас в белом там что-то было, точно помню. Давай посмотрим, что у нас точно было. Мантия духа нам точно хотелось. Да, вот. Это было раз. Мощный прыжок нам точно хотелось. Ну, точнее, процентов на 70 нам хотелось, да? Что-то такое. Безопасный проход хотя бы один, наверное, стоит иметь. Вот я не уверена. Не уверен, пропустим. Так, барашка. В смысле, бучка мы оставим. Барашек нафиг. И паладин рассвет. Собственно, все, у нас больше ничего и не было. Существов не хватит, положим паладинов. Ну, что делать? Вот. Собственно, на этом все закончилось. Ага. Ну, тогда давай синий смотреть. Давай смотреть синий. Лягушки-путешественницы. Так, насчет лягушек не знаю. Давай оба ансамончика положим. Так, я фильтр не убрал. Я его уберу. Так, давай. Кладем вот этого товарища и вот этого товарища. Окей. Так, дальше у нас разлет эссенции. Отменить целевое заклинание существа. Если влезут. Так. Похититель свитков, ты говорил, что он с нашими ансамончиками будет в тему. Да. Берем к существам, наверное. И вот это вот просто следующая дверь, это карта победы. Я и не выигрывал драфты. Так. Поверните не более двух целевых существ. И существ они разворачиваются во время следующего шага разворота, контролирующего их игрока. То есть ты в один год их разворачиваешь, а в следующий раз они не разворачиваются. Угу. Так, ну что, берем. Да. Прорицание взять две карты, ну... Ну, не влезет, я думаю. Спорная штука, да. Археомант. Нам нужен археомант. Нам в последнюю очередь тоже. Это все-таки очень уже ситуационная такая штука. Так, секрет мастерства. Ну, он анблокит. Ну, пусть будет. Пусть будет. Так, феечки нам нравились чем-то или не нравились нам феечки чем-то? Феечки мне нравятся тем, что они 3-3 летают. Давай возьмем. И с одинарным кастом. Так. Можно кого-нибудь поймать на блоке. Так, оттого у нас уже 19 карт, из них всего 12 существ. И нам еще нужно сколько? 4 карты. Ну, существ, да, где-то 4. Нет, всего 4. Почему всего? А, всего 19? Ну да, 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 да. Где-то что-то такое. Нам же остальное надо с землей добавить, как ни странно. Силы кого-то средние. Ну да. Нет, ну если сюда добавить земель растет, вот так вот можно сделать. Так. Выбрать количество земель автоматически. Видишь, она уже чуть-чуть выше, чем просто средняя. Так, но так много земли нам пока не надо, однозначно. Пока подумаем про существ. Сфинкса положим. Сфинкса, сфинкса, колокольни. Давай положим сфинкса. Сколько там хотят существа? 14-17. Так. Ну, к синему цвету это относится меньше, чем к остальным, насчет существ 14-17. Ну, у нас синих пока меньше, чем белых. Ну что, паладинчика еще одного добавим, или... Меня пугают у них двойные белые краски. Хотя... Вероятность того, что у тебя не будет двух белых земель, когда у тебя будет 5 земель, она не очень велика, по-моему. Вместо него археоманта положить? Вместо паладина. Археоманта. Давай положим археоманта. Пусть будет. Ну, просто, конечно, лайфлинг это лайфлинг, но 2-4 за 5 это не те параметры, о которых я мечтаю. Понятно. Так. Я, кажется, землю убирал. Вот так. Так. Убрались. Теперь убрались. Так, дай-ка я скайпик там приглушу, а то он... ...постоянно хочет со мной общаться. А, не приглушу. Ладно, бог с ним. Пусть общается. Так, 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 так. Итого у нас 14 существ на руках. Ему нужно положить еще 2 карт. Да. Что такое? Либо белых, либо синих. Вот у нас все, что у нас есть. В артефактах у нас есть что-нибудь хорошее? В артефакте, кстати, да, мы с тобой их не смотрели, а там наверняка что-то имеется. Давай смотреть. И в землях. Тут есть какие-нибудь земли интересные? Нет, земли здесь вот... Ну, вот смотри, то есть только то, что... То есть ничего. Так. Итак, артефакт. Кольцо трех желаний. Мы говорили, что оно классное. Не знаю. Я такие штуки не люблю, потому что это все медленно. И если ты на пятых вот их кладешь, на шестой платишь 5 ман, чтобы что-то достать, значит, у тебя, если ты можешь себе это позволить, у тебя уже все хорошо. Ну, тоже верно. Так, снаряжение. Это щит, по сути дела, да? Пока не вижу. Так, щит. Щит на лесу нафиг не сдался. А вот какой-то там меч, я думаю, это будет интереснее. Ну, мог бы быть и поинтереснее, хотя за один добавляет плюс один, плюс один. Нет, его надевать на наших летунов и летать. Летунов убивают, надеваешь их на следующую и продолжаешь летать. Наши муличистые птички будут очень рады. Так, ну, позах волхва смерти, к сожалению, мимо нас совершенно проходит. Угу. Я вообще, Лайфгейн, не люблю играть, по-моему, это не очень в смысле. Распадающийся колосс. Ну, это тоже под какую-то комбо исключительно. Так, ну, это совсем, если беда. Угу. То есть остается имеющийся этот. Это в трехцветку. Ну, что, хватаем? Леонинскую саблю. Леонинскую саблю и того у нас... Сколько там осталось? Еще одну? Да, еще одну. Можно, наверное, в лягушку положить. Ну, так, типа, пусть будет. Давай положим. Так, а разлет эссенции это... А, целевое заклинание. Ну, Контурспелл, да, но... Мы, типа, пытаемся играть в агрессию. Я надеюсь, у нас не будет на это время. Так, ну, вроде бы, на этом, кажется, все. Добираем землю. Так, давай посчитаем, чего у нас, сколько. Давай посчитаем. Моносимболы посчитаем. Собственно. Все-таки, практически-то, самостоятельно. Ну, там-то внизу написано 12 белых карт. У нас 10 синих карт, 1 артефакт. Ну, и считать нужно не карты, а моносимболы. Если где-то есть двойные косты, их нужно дополнительно учить. Ага, понятно. Ну, давай считать. Так. Ну, увидим. Все с одинарными. Так, ну, ястребы с одинарными. Угу. Так, так, так. Прыжок, лягушки. Рог. У нас есть один археомант, который с двойным синим. Ну, то есть, это надо просто добавить. И у нас есть паладин рассвета, который с двойным белым. На этом все. На этом все. Ну, то есть, так на так и выходит. Да, примерно так. То есть, в результате нам нужно одинаковое количество земель, по сути дела. Или... У нас их, поскольку 17, на одну белую больше я бы клал. Потому что у нас белые существа должны выходить на первых фраграх. То есть, 9-8. Да. Ну, вот. У нас сверхсильная колода. Что и хотелось. Можем проверить, собственно говоря, это 17-17 земель, 14-17 существ, не более двух цветов, 40 карт. А есть сверхсильная. Да, ну, на самом деле, практика показывает, что сверхсильная... Это еще ни о чем не говорит. Но, по крайней мере, она собрана по этим предлагаемым канонам. Ну, давай попробуем. Так, сохраняем и продолжаем. И вот, собственно говоря, первый наш соперник. Это та самая Чандра Налаар, с которой мы играли в самом начале обучающей компании. Тут у нее колода другая, но тоже красная. Чандра, это больно. Ну, тебе все наши защиты от существ и прочие энчанты пойдут лесом довольно быстро. Так, ну, вот тут мы, конечно, хватанули. У нас целых 5 земель. Так, значит, ну, первые два хода нам есть, конечно, что делать. На второй ход атака на два. Ну что, рискнем? Не, ну, надо оставлять, потому что... Ну, давай оставим, мы же ничего не теряем. Ну, давай оставим. Тем более, ход наш. Открываемся в землю, наверное, да, в равнину. И выкладываем ястреба. Собственно, не отвечают нам ничем. У нас добавляются феи-захватчики, которые будут еще не скоро. Я еще не вижу. А, вот теперь вижу. Ну, значит, кладем остров, кладем саблю, вешаем саблю и перейдем в атаку. Только повесить не забудь. Так, больше не показывать. Вешать тут не очень удобно. То есть, видишь, для того, чтобы повесить заклинашку, нужно карту приблизить, нажать активировать способность и потом уже выбрать кому. В результате наши совы получают 2-2. И дальше мы можем атаковать. Прожимаем атаку и... Начинаете мочить кослов. Да. И в результате теряем нашу птицу с нашей саблей. Вот, зараза. Да. Нет, сабля остается, правда, конечно, но... С птишей как-то нехорошо получилось. Ладно, у нас есть еще парочка. Чандра такая, чандра. Так, и она выводит коблина, срезающего в путь. Целевое существо не может блокировать в этом ходу. Ну, тут у нас целевых существ пока нет. Так, нам набрасывают еще одну землю. Собственно, выбирать не из чего особо. Можем положить равнину, можем остров. По-моему, без разницы на данный момент. Терпим. Будем спокойненько ждать. Наблюдать, как с нас снимут 2 хита. Это в лучшем случае. Собственно, вот они и есть. Окей, ладно. Что она сейчас положит? Так, у нас археоман добавляется. Ну, начинаем мы с земли, наверное, все-таки. Подожди, у меня еще ее ход не закончился. Вот, ну, в любом случае я островок положил. Археомант у нас лежит. Да, ну, мы надо ждать. То есть, не выкладывать его? Нет, он возвращает. А, да, он же возвращает карту мгновенного изателинания. Да, 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 да. Сам-то он такой себе. Себе такой. Хотя, конечно, мы на него савлю можем повесить. Он будет уже не такой плохой. Ладно. Ну, у нас три красных, она явно на ремовале сидит. А вот на следующий ход мы можем попробовать у этого товарища подловить в атаке. Или какого-нибудь другого товарища, кто-то еще спилит. Да, вылезет как раз тот самый рогачий опустошитель, на котором мы с тобой любовались. И он, конечно, серьезный парень. Ну, мы его можем разменять на нашу фею. Так, мы добавляем еще один остров, наверное. А, нам больше ничего добавлять. И тут, наверное, нужно феечку тащить. Нет, тут нужно ждать. Феечку у нас с флэшом, с мигом, в смысле. Ну, да. Поэтому мы ее поставим после того, как он пойдет в атаку. Ага. То есть, сейчас... Встанем в блок и разменяемся с этим, с кабаном. Окей, ждем. Так, добавляется кошка. Ой. Еще и чары добавляются с ускорением. Сейчас вся эта красота пойдет нас убивать. Кошка 6-3 там. Ну, значит... Глощить может кошку, потому что она страшнее. Так, а мы мечта сможем повесить, кстати, на этих феечек или нет? Нет, у нас земли не хватит. Земли у нас не хватит, да. Но нам это все равно ничего бы не давало. Блощим кошку, размениваемся с кошкой. Да, но нам больно бьют морду. Да, минус 7. Мы, кажется, напрасно оставили такую руку после против такой колы. Да, 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 тяжело. Очень тяжело, потому что... Так, нам добавляют паладин рассвета. Ура, паладин рассвета. Ага, вот это отлично, кстати. И вот на него как раз мы уже сможем повесить меч. Да, ну сначала мы добавим остров и выкладываем его, да? Да. Он у нас бдительностью, то есть он у нас не переворачивается. Да. Так, и сразу вешаем меч, наверное, да? Чуть-чуть-чуть. Активируем, вешаем. Получаем. Вопрос, размениваться или нет? Ну, вопрос в том, как он будет атаковать, но я думаю, что простой ошибки он делать не будет. А, там еще элементаль добавляется. Это просто Кассандра и работает. Предскажешь всякие ужасы, они потом обязательно сбывают. Да. Так, на тему размениваться или нет? Если мы разменяемся, мы получим просто три жизни и уберем довольно опасную карту на один ход. По крайней мере, отсрочим свое, ну, почти поражение. Если мы не разменяемся, мы следующим ходом гарантированно проиграем. Следующим ходом убивают, но и надо меняться. Играем тогда. Защищаемся. А так мы немножечко отсрочим то, что можем отсрочить. Ну, разменялись, стали немножечко живее. Так. Остров мы выкладываем традиционно. И у нас появляется мантия духа. Ага. Ну, там нету существ, по-моему, да? Ну, значит, ставим архиоманту. А, нет, существо есть. Существо есть. Да, мы ставим архиоманта. К сожалению, нам нечего доставать. Ну, мы можем повесить на него мантию духа, но тогда не повесим... А, нет, мы и мантию духа повесим, и саблю повесим. Да, и... Никто не пройдет. Ну, по крайней мере, одно тело не пройдет точно. Давай вешать, чувак. Правда, я просто вот предвижу, что у нее там в руке... Как это называется? У нее в руке одна карта. Так я говорю, Чендерс Фьюри 4 в существо, 2 в голову. Сейчас вот отлично сюда зайдешь. Ну, тогда мы это... Тогда мы встретимся в следующей партии. Ну... Если нет, то у нас появляются какие-то шансы на что-то. Так, у нее появляется гигант. Но это пока не так страшно, как могло бы быть. Да. Так, морозное дыхание. Пусть лежит, наверное, да? Потому что... Потому что... Потому что что? Да. Пусть лежит. Пусть лежит. То есть, как тут реализован каст на чужом ходу? Потому что говорить его надо, если говорить, то перед атакой противника. Значит, он реализован не очень удачно, в плане того, что мы тут с тобой стримим, и ты смотришь это дело с задержкой. Тут видишь... Ну, атаку мы пропускаем, наверное, да? Вот. Тут видишь, есть кнопочка такая засеренная, называется «Остановить таймер». Когда ты хочешь сделать что-то мгновенное, ты таймер останавливаешь, и кастуешь это своё мгновенное. Ну, я думаю, сейчас нам нет смысла его говорить, даже на него ходу. Интересно, пойдёт ли он в атаку? Шо, глупо повреждения целевому существу или драку? Подозреваю, а они смотрят к существу. Ах ты, какой плохой! И вот тут-то внезапно всё взяло и закончилось. Нет, подожди. А, вот теперь закончилось. Если бы мы сказали наше дыхание, то мы бы ещё побултыхались. Ну, мы бы в следующем ходу отбултыхались бы, скорее всего. Так. Они не разворачиваются. Секрет мастерства. Ну, это очень важно, конечно. Ну, спокойно продолжаем и доживаем партию. Да, всё. Жизнь дала трещину. Денег осталось всего 2 чемодана. Пора бежать с гнолом. То есть... А, ну ладно, не успел. Бывает. Вот надо понять, как она кастуется перед атакой. Да нет, я прекрасно понимаю, как она кастуется перед атакой, просто не успел. Так, ну что? Будем считать, что мы просто неверно выбрали руку. Мне кажется, так. Повторим наш эксперимент, что делать. Так, ну вот сейчас рука-то получше. Так, у нас есть один остров, одна равнина. У нас есть солнечный ястреб. Отлично. У нас есть мощный прыжок. Ну, и у нас есть превращение в лягушку. То есть, то, с чем можно играть с двумя землями. Думаю... Можно мы попробуем? Можно пробовать. По законам природы, сейчас мы должны больше не поднять земель в ближайшие 5 ходов. Ну, естественно, а как же? Кладем птицу. Законы, теории вероятности, они такие. Так, ну вот как раз тут разящая щепка. Она с первым ударом. Никаким образом нам не мешает. Пусть разит чем хочет, сколько хоть. Что-то там про земли говорил-то, да? Остров кладем. Ну и сидим на попе ровно. То есть, идем в атаку, больше ничего не делаем. Мощный прыжок, конечно, использовать смысла нет. Продолжаем, атакуем. Вырезаем хотя бы хитец. Барышни Чандры. Ну и она хитец у нас сейчас вырежет. И будет такова. А, нет, не хитец. А очень даже три. Ага, я это в заклинах, конечно, повисло на ней надолго. Прекрасно. Да, 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 да. Окей. Кидаем остров. Так, что у нас есть? У нас есть лягушка и мощный прыжок. В принципе, если мы все это потратим, мы можем с этим товарищем размене. Если мы все это потратим, мы можем даже мощный прыжок не тратить. Нет, потому что на лягушке продолжит висеть 2-2. Потому что это отдельная карта. Ну, тогда, да. Тогда придется. Так, а секрет мастерства у нас сколько стоит? Секрет мастерства стоит ровно на одну дороже, чем есть. Так, ну я даже не знаю. Мы отдаем 3 карта за 2, и у нас ни одного существа. Можно, можно, можно. Можно подождать он самочек, который... А, ты, кстати... А, нет, 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 нет. Ну-ка. А, оно теряет способность, то есть сейчас страйка у него не будет. Но страйка у него не будет, вот поэтому-то мы его и можем убить. Ну, мне, честно говоря, жалко 3 за 2 отдавать. Я бы еще потерпел немножко, наверное. Давай, потерпим. До конца все сможет. Может быть, все станет хорошо. Тогда надо атаковать, если мы терпим.